Привет всем! Вы на канале ТупАрми. Военных экспертов заинтересовало новое ракетное вооружение российского истребителя пятого поколения Су-57. Как пишет Military Watch, этот самолет сам по себе может похвастаться новейшими технологиями, например, радарами и системой лазерной защиты. Но он также имеет возможность использовать передовые ракеты. В частности, российский истребитель способен противостоять самым современным вражеским самолетам с помощью ракет класса «Воздух-воздух» К-77 и Р-37М. Первая ракета, благодаря специальной системе наведения, позволяет поражать на больших дистанциях даже высокоманевренные истребители. А вторая, по мнению автора публикации, имеет непревзойденную дальность действия в 400 километров и способна поражать цели на гиперзуковой скорости. Кроме того, Military Watch описывает еще одну ракету для Су-57, которая, судя по всему, является производной от Р-77, но при этом имеет меньшие размеры. Россия добилась значительного прогресса в разработке дальнобойных ракет меньшего размера. Такие легкие ракеты не только позволяют российским истребителям нести больше боеприпасов без ущерба для дальности полета, но также дают возможность вооружить новый Су-57 большим количеством ракет во внутренних отсеках, пишет издание. Новая малая ракета, похоже, имеет диаметр, аналогичный диаметру Р-77, но она примерно на 33% короче, говорится в публикации. Также сообщается о возможном использовании в ракете лазерного неконтактного взрывателя и осколочно-фугасной боеголовки. Однако это оружие является лишь одним из нескольких новых типов ракет класса воздух-воздух, которые были разработаны специально для Су-57. Кроме того, в арсенале российского самолета имеется и другое вооружение. Су-57 оснащается рядом новых ракет класса воздух-земля и противокорабельными ракетами, в первую очередь гиперзвуковой баллистической ракетой на базе Х-47М2 «Кинжал». Бомбовые отсеки Су-57 больше и глубже, чем у конкурирующих истребителей-невидимок, таких как американский F-22 и китайский G-20, что позволяет размещать в них баллистические ракеты, отмечает Military Watch. Су-57, проектный индекс Т-50, по кодификации на Т-Феллен, преступник. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени Сухого, в рамках комплексной целевой программы ПАКФА, программа И-21, разработанный совместно с Росавиакосмосом и ВВС в 2002 году. До августа 2017 года самолет был известен под индексом Т-50, который с 2008 года был и заводским индексом, согласно конструкторской документации. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Т-50 совершил 29 января 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов в Комсомольске-на-Амуре, где проводилась сборка опытных образцов для испытания вооружений. 11 августа 2017 года самолет получил обозначение Су-57. 29 мая 2019 года запущено серийное производство истребителя. Планируется контракт на поставку 76 самолетов, которыми полностью укомплектуют три полка. Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа изделия 30 состоялся 5 декабря 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолеты планируется в 2023-2025 годах. Ну а на этом все. Вы были на канале ТопАрмия. Обязательно не забывайте делиться своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока.